Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В Кирове 13.07 начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте. Гостью нашей студии Марине Сазонтовой, первому секретарю Кировского горкома КПРФ, вице-спикеру законодательного собрания 5-го созыва, ранее депутату Кировской городской думы. В общем, регалий много. Марина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю нашим слушателям, что вопросы гостю можно задавать на сайте эхакирова.ру через форму анонсов. Там же на сайте появляются записи, видео и аудио записи наших эфиров, а также расшифровки. Пожалуйста, заходите, читайте, если не успели послушать в прямом эфире, вынуждены были куда-то убежать от приёмника или автомагнитола. Ну, мы традиционно, наверное, для последнего месяца начнём всё-таки с пенсионного вопроса, так скажем, да. Завтра Государственная дума обсуждает законопроект о пенсионной реформе, так называемой, в первом чтении. Но я бы вас прежде хотела попросить дать оценку митингу, который прошёл в понедельник в Кирове, в сквере у памятника Степану Халтурина. Я знаю, что представители КПРФ на этом митинге были, хотя организатором выступала Федерация профсоюзов. Вот ваши ощущения от митинга, от того, сколько народу пришло, что говорили люди, какие были плакаты, были ли какие-то запреты? Ну, во-первых, когда мы узнали о том, что у нас Федерация профсоюзных организаций Кировской области проводит этот митинг, мы обратились к руководству с письмом, с просьбой, ну, во-первых, согласовать наше участие в этом митинге, возможность предоставить право выступить, изложить нашу точку зрения, на что мы получили в устном виде, значит, такой ответ. Пожалуйста, можете участвовать. Значит, лозунги все заранее согласовать нужно с ними. В смысле, это то, что пишется на плакатах, да? Ну, с чем приходит. Иногда люди сами там, да, приносят эти плакаты. А что значит согласовать? То есть, если не подходит содержание... Я говорю по факту. Я не могу интерпретировать, поскольку это было сказано именно так, а в руках у меня бумаги нет, ответ, чтобы это как-то по-другому. И когда мы попросили слово, нам сказали, что так как это проводят профсоюзы, слово будет предоставлено только представителям профсоюзных организаций. То есть, право голоса нас лишили, как всех других представителей партии, которые там находились. Сказать, что это было много народу? Ну, да, я знаю, что председатели, руководители правкомов поработали своим активом, приходили, кто-то и с детьми. Ну, пожалуй, я не знаю, может быть, оценить это 700-800, я не настолько могу. Это уже, наверное, сотрудники правоохранения. А 400 тоже называли? Нет, 400 нет, это, конечно, было больше. Да, и тут правоохранительные органы, наверное, более чётко, у них уже есть система подсчёта, могут сказать. Да, выступали представители. Единственное, на что обратило внимание, звукоусиливающая аппаратура была, или недостаточно усилители поставили, колонки или ещё, и не поправляли тех, кто не попадал в микрофон. Их не было слышно, и многие начали тихонечко отходить резолюции. Поэтому провели, вот мы приглашаем на свой митинг 26 июля. 26, не 28, 26. А я объясню, значит, у нас 14-го, как только был внесён законопроект, наш центральный комитет, 15 июня, то есть уже больше месяца назад, выступил с инициативой, что мы проводим 28 июля всероссийскую акцию протеста против вот этой пенсионной реформы, в том виде, в каком она вот предложена. Мы сразу откорректировали, потому что где находятся в субботу горожане? Естественно, их никого нет. Летом на дачах. Да, пятница уже предвыходной день, поэтому мы решили проводить 26-го. А вот в районах, где приусадебные участки находятся рядом с домом, они будут проводить 28-го. То есть я не думаю, что разница там в два дня имеет какое-то значение. Главное, что идёт сбор подписей. Когда мы проводили 26-го июня пикет первый на театральной площади, очень многие просили взять вот эти подписные формы, подписных листов. И к нам очень многие, у нас там уже до 10 тысяч, наверное, если больше этих подписей, где ставятся фамилиями отчества, место жительства, я имею в виду город или район, свой телефон, кто вправе указать, и подписи, дата. И вот что очень странно, и мы не жили в 37-м году, правда, с вами? Какой страх может быть, если ты хочешь выразить своё мнение? И не хочу сказать, что многие, ну, может, проценты 2-5 процентов опасаются указывать свой номер телефона. То есть мы против повышения пенсионного возраста? Да, но мы боимся сказать, что это вот мы против. Вот иногда это просто поражает. Откуда у людей этот страх? Ну, может быть, на уровне, не знаю, генетическом как-то вот это передалось? Не знаю, но во всяком случае у людей активных очень много. У нас Копцева, Нина Ивановна, например, 1058 подписей. А всего по Кирову сколько собрано сейчас? Ну, вот я понимаю, что там до последнего заявления, наверное, не посчитано сколько? Я думаю, что это на конец, вот, например, в предыдущей неделе мы подсчёт на конец недели делаем. Это было около 4 тысяч. 4 тысячи? Но это именно люди, которые чётко указывают свои координаты, что они могут подтвердить. Да, мы против. Так, вы дальше эти подписные листы куда? Эти подписные листы будут у нас. Мы только сообщаем общее количество. Что это, любой может прийти проверить, что это наличествует такое количество подписей. Переправлять, представьте, какие-то пакеты и так далее. Ну, понятно, да. Если будет необходимость. Потому что решение о проведении референдума, копии можно снять, это всё сканировать и отправить в таком виде. Так, решение о проведении референдума. 2 миллиона подписей нужно по стране. Так. Вы, смотрите, вот КПРФ собирает сама. Я думаю, что собирает отдельно подписи, да? Нет, к нам многие присоединяются. У нас есть ассоциации вот этих политических партий. Звонят патриоты Великого Отечества. Там есть ещё другие. Хорошо, разные политические силы. Но вот смотрите, с Федерацией профсоюзов вы, я так понимаю, в сборе подписей не объединяетесь. Они заявили о том, что около 40 тысяч, по-моему, они собрали протестных подписей. Это всё вместе будет учитываться или они свои подписи вам не отдадут? Это уже их право. Мы приглашаем всех к сотрудничеству и всем готовы предоставить слово. То есть если наберётся 2 миллиона подписей, то будет объявлен референдум? Вы в это верите? Дело в том, что веры у нас, знаете, могу сравнить с тем, что вот сейчас, после того, как наше законодательное собрание проголосовало, к нам пришли с требованием немедленно вот такой состав ЗАГС собрания отправлять в отставку. А кто пришёл? Избиратели? Да, простые граждане, те, кто ставили подписи, что как это у нас, значит, законодатели, чьи интересы они представляют. У нас есть закон об отзыве депутатов, но попробуйте исполнить это, как сказать, по форме прописано, а по факту, каким образом это реализовать. Это не работающий закон. Если у нас там должно, по-моему, не от количества участвовавших в выборах, а от количества избирателей, нужно там, по-моему, более половины собрать их в отзыв по округу, чтобы отозвать. Но мне кажется, вот это, Марина Сергеевна, наверное, нереально, а всё-таки 2 миллиона подписей собрать по России против повышения пенсионного возраста реально вполне. Я думаю, это вполне реально. Набрать можно. И здесь следующий этап. Будут ли действовать наши власти в рамках Конституции, где прописано, что если такое количество людей просит всё-таки волеизъявления своё учесть, власть нам покажет, как она к этому относится. Но я думаю, что Конституцию у нас не первый раз уже в некотором смысле кладут в дальний ящик стола, задвигают и забывают про неё. Так что не факт, конечно. Но только не надо об этом забывать избирателям, то есть те, кто... Вот мы с себя здесь живём. Марина Сергеевна, вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что тексты лозунгов, плакатов, которые приносили члены КПРФ на митинг профсоюзов, надо было заранее согласовать. Какие были ваши тексты? И не было ли проблем у вас, с какими столкнулась, например, Парнас, когда заставили убрать их растяжку, права не дают, права берут, и портрет Владимира Путина перечёркнутый с надписью «Надоел». Да. Дело в том, что когда тебе не дают слова, и приходи, значит, мы просто поучаствовали, мы там находились, но... Вас посчитали, вы в общей массе были сосчитаны, да, как протестные. Да. То есть, чтобы нас потом не обвинили, что КПРФ, вот они, видите, такие, что всё хотят одни и так далее. Нет. Мы, наоборот, все приглашаем, давайте все вместе, чтобы быть услышанными. То есть вы с проблемами не сталкивались? Вы все свои плакаты могли развернуть, могли показать? Мы разворачивали свои плакаты. У вас никто их не отбирал? Нет. Мы их не приносили на этот митинг. Мы на этот митинг, раз, нужно ещё и согласовывать. Я не думаю, что мы настолько, как сказать, экстремисты, и там говорили, что всё, берём оружие там и так далее, что это такое вот толка. И вроде бы люди адекватные, поэтому... Ну, оружие брать не обязательно. Мы все понимаем, зачем приносят транспаранты, потому что далеко не каждому достанется слово, а это такой способ выразить свою мысль. Выразить свою мысль. Это было очень хорошо показано на пикете 26 июня. И кто-то у нас из наших... Вот газета «Советская Россия». Я очень советую многим, тем, кто участвовал в этом пикете, в этой газете в трёх номерах. Наверное, фотографии шесть было использовано с нашего пикета, с нашими вот этими плакатиками. Не только нашими. Туда просто приходили сами люди. Распечатывали, набирали, пусть на небольших листочках. И кто-то ещё объяснил, а почему это вы не могли? Всё организовано. Вот если когда всё заведомо сделано, а мы говорили, нам звонили, а можно мы со своим приходим, придём? Пожалуйста. То есть вы не запрещаете? Нет, с любым. Но, по крайней мере, это экстремистский какой? Вот там, да, давай убивай там или ещё, так сказать, уже это запредельные какие-то. Но такой я авторство своё не буду скрывать. Когда, да, написали, мы использовали, голосовал за Путина, иди на пенсию в 65-63 годы. То есть это экстремизм. Я считаю, это факт. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. В нашей студии с программой «Особое мнение» мы вернёмся через полминуты. «Особое мнение» на 101FM. Марина Сазонтова, в нашей студии мы продолжаем обсуждать пенсионную реформу грядущую. Завтра её начнут обсуждать депутаты Государственной Думы. Насколько я понимаю, завтра в первом чтении законопроект может быть уже принят. И, как сообщает газета «Ведомости», все фракции Государственной Думы смогут завтра в процессе обсуждения задать по четыре вопроса. По четыре. Вот фракция КПРФ вопросы какие-то готовила. Вы знаете, они как-то согласовывались с региональными нашими отделениями? Ну, во-первых, контакт у нас постоянный. И о том, как проходят протестные акции. Потому что у нас июль стал таким разогревающим. Вот с пикетами сбор подписей. У нас палатки мы выводили от Сума. Кстати, завтра будет у филармонии стоять наша палатка по сбору подписей. И всегда идёт, как и холотом, изучение мнений, что высказывают, как высказывают. И я вот хотела бы обратить внимание, и Смолин. Очень многие выступили уже о своей позиции от компартии, членов фракции КПРФ. Они свою позицию заявили. Как индивидуально, так и в целом. Надо Зюганова смотреть. Многие даже не знают, что есть телеканал «Красная линия», где напрямую вы можете услышать не извращённое то, что сегодня по зомбоящикам дают, а то, что есть на самом деле. Марина Сергеевна, четыре вопроса. Если вот как бы пока они не сформулированы, может быть, вот вы бы какие четыре вопроса задали? Четыре вопроса. Я задала, насколько цинично было дано задание СМИ. Ведь если вы любой канал включите, там везде у нас пенсионеры, которые до 92 лет. Это вы сейчас о том, что, да, началась уже активная пропаганда того, что повышение пенсионного возраста это хорошо. Это очень хорошо, забывая о том, что вот подсчитали в средне, там, я не знаю, не буду про авторство, это можно найти в интернете, что женщин, которые вот после 71 года, они родились, да, и 71 год, это коснётся в большей степени вот эти 8 лет, они потеряют миллион 200 тысяч рублей. Ну, каждый потеряет много, да, это невыплаченная пенсия, ещё непонятно, что будет. За 8 лет, да, у мужчин там до 800 тысяч рублей, предположим. И когда цинично, я вот видела передачу, там разные показывают уже таких ветеранов, я преклоняюсь перед теми, у кого есть энергия, возможность работать и так далее. Но ведь большинство людей работают после пенсии не потому, что вот им хочется. Мы понимаем, потому что слишком тяжело жить. Они просто на грани нищеты для того, чтобы за лекарства и за коммунальные платежи хватило. Это основной вопрос. Кто вот это будет считать? Когда говорят, что будет пенсия повышаться на тысячу в месяц, так, извините, у нас её индексируют, и получается там до 600 рублей, так что по 300 рублей всего в месяц будут добавлять. Нет, там будет, я так понимаю, немножечко по-другому. А к 2020 году, на сколько у нас инфляции будет? И это тысяча рублей, она, может быть, уже так сказать съедет. Это правда. Это одно. И второй, ну, может быть, вот как второй вопрос, когда Киселёв цинично, по-разному, вот понимаете, когда ли команду ФАС нужно, значит, на всех оппозицию, там только в чём её не обвиняют. Дмитрий Киселёв, вы имеете в виду Вести, да, на Россию? Россия один. Случайно. Я стараюсь, даже не то, что нет желания смотреть, потому что вот это ложь, которая льётся. А тут пришлось заниматься жимолость, которую я делаю на водяной бане, руки свободны, вернее, глаза свободны, руки заняты, да? Я попала, и я была в таком, не передать, наверное, состоянии, как было больно. Киселёв начал объяснять, да, 43% мужчин не доживают до 65 лет. Но о ком вы говорите? Разве их можно жалеть? Это же наркоманы, алкаши, бомжи, бичи. О чём вы говорите? И он настолько поливал желчью, когда у меня муж не дожил до 65 лет, разряд по шахматам, первый разряд по волейболу, он алкоголизм это в пределах разумного и не курил, его не стало. Ваш это лично просто, да, оскорбило? Нет, это была обида, может быть, да, боль, я бы сказала. Нет, я с ней справилась. А вот следующее, а почему у нас такое количество этих бомжей? Потому что в советское время у нас, пусть они были трудовые профилактории, государство занималось лечением, профилактикой, чтобы у нас не было этих людей. Алкоголизм не до такой степени процветал, который сейчас мы имеем. У людей была работа. Другое дело, что надо было это совершенствовать. А сейчас государству наплевать на то, что у нас растёт количество этих наркоманов и алкоголиков. В общем, Дмитрий Киселёв, конечно, да. И он заканчивает, вот если вы будете вести здоровый образ жизни, тогда вы доживёте, бог знает до какой поры. К сожалению, далеко не все доживут. А здоровый образ жизни сегодня, давайте посмотрим, много ли у нас бесплатной возможности заниматься, так сказать, спортом и так далее, и так далее, тем же волейболом группы здоровья. Марина Сергеевна, эти вопросы фракции КПРФ прописывает, вот эти вопросы, то есть сопровождение так называемой пенсионной реформы, то, что поможет снизить негативные последствия. Потому что вот при всех протестных акциях и прочих вещах, я, например, не верю в то, что не поднимут пенсионный возраст. У меня и моё мнение, как бы такое, и многие эксперты говорят, есть ощущение, что, возможно, снизят немножко верхнюю планку, но, тем не менее, повышение будет. Кошки не сразу хвост обрубят, да? Её будут кусочками обрубать, у кошки хвост. Давайте что-нибудь хотя бы тогда на фоне этого граждане этой страны получат хорошее, какие-то обещания. Тут вот обещают по 5 миллиардов рублей в год выделять на переквалификацию людей пенсионного возраста. Может, людям после 40 будет проще теперь искать работу, когда примут законопроект, запрещающий увольнять. Сразу могу сказать, что никто никого может не увольнять. Вот вы сейчас здесь работаете, да? Вас никто не будет увольнять, но вам будут урезать, так сказать, какие-то премиальные, там, дополнительные. И когда вы будете вместо... Ой, я надеюсь, что не будут. Я, по крайней мере, очень на это рассчитываю. Поэтому никто ведь может никто не увольнять, потому что если ты увольняешь, сокращаешь, да, ты должен там докладывать и так далее. А есть гораздо большие, так сказать, формы выдавливать человека. Ну, понятно, лазейку всегда можно найти. То, что это идет переобучение, я с этим столкнулась еще в ЗАГС Собрании. Когда у нас тратятся огромные средства на то, чтобы состоящих на учете, ну, на бирже труда, мы так скажем, да, чтобы они получали какую-то дополнительную профессию и так далее. На что мы тратим деньги? То есть человеку предлагают, ну, вот я секретарша машинистки, там, или вот на компьютерные курсы и так далее. Да, идите. Он заканчивает курсы. Он что, трудоустраивается? Мы снова на него тратим деньги? Ну, вот, может быть, еще там куда-то на парикмахер, там, или там, предположим, да, там, женщины или там мужчины, электрогазы, сварщики, они после этого устраиваются? Вот у нас нет ответственности, что если на тебя государственные деньги потратили, на то, чтобы тебя переобучить, а тебе будет предоставлено это рабочее место по специальности, или ты готов работать по этому? Если у нас сейчас не работает эта система, я не поверю никогда, что это будет работать с пенсионерами. У нас со здоровыми мужчинами, вполне работоспособными женщинами, которые не могут так трудоустроиться. Одни курсы заканчивают, другие бюджетные средства. Оказывается, Международная организация труда, а не прописана эта ответственность. Ты можешь бесконечно курсы заканчивать, деньги на тебя будут тратиться, а нет обязаловки, что ты должен будешь устроиться по полученной профессии. Подождите, все-таки люди идут на курсы, как мне кажется, большая часть людей, для того, чтобы устроиться потом на работу и получать деньги. Иначе просто ходить на курсы... Ну, нет, можно, конечно, просто непонятно, на что жить. Вот у меня тоже вопрос. А у нас не отработан этот механизм. То есть, например, должен быть договор. Если ты идешь, вот выбираешь эту, тебе сразу говорят, тебе никакой гарантии трудоустройства. И если ты сам не трудоустраиваешься, верни, пожалуйста, деньги, которые потрачены на твое обучение. А вот если ты пойдешь на эту специальность, тебе гарантируется рабочее место. Может быть, там зарплата небольшая, но ты будешь трудоустроен. А если человек не хочет... А тебе не нравится маляром штукатурным, да? Вот. Решай. И вот когда сегодня мы вдруг заговорили о пенсионерах, которые вот переучатся, извините, мы будем выкидывать эти деньги, и этих пенсионеров никто никуда не возьмет. Потому что это больничные, это какие-то отпрашивания куда-то там, да? Ведь очень поднимает вопрос, а кто же поможет молодой семье, уже внукам, быть дома, пока молодые там ипотеку выплачивают или хоть немножко начинают работать, поднять их семью, помочь. Вот эти вопросы тоже Дюганов ставил. Хорошо. Я думаю, что завтра по итогам заседания Государственной Думы будет чуть больше ясности, и будет понятно все-таки, может быть, какие-то шаги, которые будут предприниматься. Напоминаю слушателям нашим, что КПРФ в Кирове проводит протестный митинг против повышения пенсионного возраста 26 июля. У памятника Степану Халтурину с 6 до 19. А, то есть ваша акция будет там проходить, несмотря на активное поколение, которое там сейчас развернуло. Они закончат 22-го, а мы проводим 26 июля. Я забыла, конечно. С 6 до 7 вечера. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ в нашей студии. Сделаем сейчас небольшой перерыв на рекламу и вернемся уже со следующими темами. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ в нашей студии. Напоминаю слушателям, мы продолжаем программу «Особое мнение». Ну, еще одна тема, которую мы с вами уже обсуждали, это установка памятника царской семье. Его поставили в Кирове 15 июля. Появился он во дворе, внутреннем дворике Серафимовского собора. Но я так поняла из речи митрополита Марка во время открытия, что место это будет неокончательным. С его стороны прозвучали претензии в адрес депутатов городской думы, что депутаты решением своим, запретив устанавливать памятник на набережную Грины, ну, фактически, по итогам общественных слушаний, опозорили наш город. И, видимо, я так думаю, епархия все-таки будет предпринимать еще одну попытку, может быть, перенести этот памятник куда-то в более, ну, не знаю, там посещаемое место не только людьми верующими, но и всеми остальными. Я напомню, да, что памятник установлен не только Николаю II, но и... Это скульптурная группа. Да, да, да. Как памятник рассматривается скульптурная группа. Совершенно верно. Да, памятник, наверное, не самое правильное слово в этом смысле, да. Вот, и дети, и все. Ну, мы помним, вчера там памятные дни в Екатеринбурге, да, то есть ровно сто лет с момента убийства царской семьи. И вопрос у меня вот какой. Понятно, что если будет вновь поднят вопрос о перенесении памятника куда-то в иное место, скорее всего, опять же, появятся недовольные, в том числе наверняка и представители КПРФ выскажутся. Вот. И эта история может быть бесконечной. Точно так же, как история с памятником Дзержинскому в свое время тоже всколыхнула общественные мнения, да, и были недовольные, в том числе там и со стороны епархии, как я помню. Вот какой выход из этой ситуации, Марина Сергеевна, может вообще тогда не ставить памятники спорным историческим фигурам? Ну, опять, а куда? Вы знаете, спорное. Дело вот в чем. Вы знаете, у нас как-то забывается, что церковь отдалена от государства. И вот раньше, знаете, мультфильм был не «Хочуха», да? Вот сегодня у нас «Хочуха». Вот «Хочу», значит, надо ставить. А то, что, Марк, как сказать, депутатом городской думы, ну, вот вы дополнили, что все-таки предварительно были общественные слушания, и все отметили, что впервые общественные слушания прошли по форме именно как общественные слушания. Надо было там послушать и для себя решение. Депутаты должны выполнять волю своих избирателей. В этом смысле депутаты поступили правильно. А они поступили так, как да. В общем-то, и было. Хотя там звучали и вот я тоже считаю, что против вообще этого памятника. Вот когда я к вам шла, пешочком люблю, да, вот так сказать, как раз мысли приводишь в порядок. Я думаю, а что же тогда, вот как расценить память тем жертвам, которых поп Гапон вел. Поп Гапон вел к царю с Челобитной, да, и их встретили и расстреляли очень многих. Вот им памятник готовы церковь поставить? Ведь, в общем-то, поп Гапон вел этих людей. Марина Сергеевна, расстреляны по команде Чей. Вот смотрите, это все как раз говорит о том, что есть в нашей истории моменты такие, которые неоднозначно воспринимаются разными представителями общества. Нет, а мы говорим о том, вот посмотрите, церковь возбуждается. Церковь возбуждается. А давайте спросим в целом общество. Если большинство говорит, что нет, этого не надо делать, для этого мы проводим общественное слушание. На общественных слушаниях было очень четко сказано вот к этому компромиссному решению против категорического отказа об установке этой скульптурной группы и в то же время установки вот там на каких-то видных местах. мы сами себя высекаем, когда показываем Николаю Второму вот ставим сколько было убитых. Ведь там же приводили факты уникальные, их забывают и начинают вот мы о памятниках, да, когда начинает вопрос давайте ставить на обсуждение у нас есть общественное слушание, давайте высказывать кому стоит, кому не стоит. И вот я сегодня тоже проходила по Энгельсе, да, где стоял временный бюст Савиных Виктора Петровича, там поставлен памятник нашему первому краеведу, который с тысячи там с... Виштому. Да. Как вот это он появился и, так сказать, установили, решили, возражений не было, потому что, да, это история... Хотя немножко, конечно, забавно, что постамент использовали по второму разу. А вы знаете, точно так же, как постамент, вот это уже действительное, мы с вами уже свидетели, да, этой эпохи, а вот когда водят по Кирову и, кстати, сотрудники библиотеки возмущаются, стоит постамент Александра Ивановича Герину, ой, простите, Герцину, да, у памятника, у библиотеки Герцина. Так, и кто-то говорит, что вот на этом там памятник Бюста Александру или нет, это вранье. То есть вот там уже однозначно было именно для Герцину он подготовлен. Кому-то выгодно вот так что-то переиначить. Поэтому чисто по журналистской подход нужно не просто хочу, а давайте исследуем, посмотрим, давайте мнение спросим людей. Если жители сказали нет, значит нет. Да. Если речь идет о территории закрытой, как вот, например, территория Серафимовского собора. пожалуйста, это ваше. Не надо забывать, церковь отделена от государства. Если сегодня к нам в светские, так сказать, до организации приходят, прихожане говорят, что ну невозможно там такие цены значит за отпевание там за прочее, прочее и так далее, свечи и так далее. Мы говорим, ребята, это ваша епархия, вы уж тут как-нибудь разберитесь. Мы ведь не идем к ним и не начинаем, так сказать, там какие-то разборки, какие-то цены и так далее. Это их епархия, в которой они сами должны разбираться. Но государство светское, оно еще таковым остается, значит, должно все цивилизованно решаться. А если бы Марина Сергеевна с инициативой вышла не церковь, если бы тот самый гражданин, который оплатил изготовление и установку этого памятника, еще имя не называется, если бы с инициативой вышел он? Ну, я к тому же и веду, что это общественные слушания, и они решают все. То есть вне зависимости от того, кто является заявителем. А у нас сегодня церковь, извините, очень возбуждается по поводу подобных, так сказать, переименований и так далее, и так далее. Я бы хотела ваш прогноз тоже услышать, как вы думаете, вернется епархия к этому вопросу или нет? Будут продавливать? Вы знаете, они сегодня, вот у меня ощущение, так сказать, какие вопросы, вместо того, что мы против пенсионной реформы выступаем, против роста цен на бензин, против тарифов на ЖКХ, против НДС, который там растет неведомо как, вот это все факторы, которые переименований и прочее отвлекают людей. И они не объединяют, а разделяют людей. Нам нужна эту рознь, так сказать, вот между людьми, чтобы они начинали, как грызться, там ведь оскорбления до всего доходят. Ой, мне, конечно, очень бы хотелось услышать, чтобы церковь высказалась по поводу пенсионной реформы. Это было бы, наверное, необычно. Да. Марина Сазонтова, первосекретарь Кировского горкома КПРФ в нашей студии, я напоминаю, да, и в прошлом депутат Кировской городской думы. Не случайно это упомянула, потому что сейчас есть парочка городских новостей, которые тоже хотелось бы мне с вами обсудить. Ну, во-первых, контрольно-счетная палата, городская, проверила деятельность автотранспортного предприятия и выяснила несколько неприятных, прямо скажем так, моментов, которые обычным людям непонятны. Ну, в частности, например, уволенный за махинацией с топливом глава АТП Николай Дубровин, это было в прошлом году, я напомню, да, после того, как выявилось, что закупали они некачественное топливо для автобусов, по-моему, печное топливо, да, даже так называли его, был уволен, получил при увольнении золотой парашют в размере почти 500 тысяч рублей. И я так понимаю, что эти деньги, точно так же, как с деньгами, которые получило руководство ленинской компании, да, в свое время, их не вернуть. Вот, не знаю, может быть, может быть, будет по-другому. Ситуация возмутительная. Это первое. Второе. АТП получил три автобуса для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья с выдвижной панелью, так называемой аппарелью, да, эти автобусы были куплены за счет бюджета, потратили на их приобретение 14 миллионов рублей. Автобусы не работают. Две машины вообще сняты, да, эта выдвижная панель на одной, она не открывается. Вот большие затраты бюджета контрольно-счетная палата выявила. Я не знаю, чем закончится история, а вы как думаете? Ну, давайте так. АТП — это у нас какая форма собственности предприятия? Вы сейчас вот меня поймали. Я, к сожалению, да, я, к сожалению, не знаю. Но подчиняется она городу. Это муниципальные предприятия. Это муниципальные предприятия, значит, должны быть очень четко прописаны. И кто позволил прописать вот такие золотые парашюты, с них и нужно, наверное, спросить. Или от администрации, да. Я так понимаю, что там, скорее всего, были какие-то договоры, может быть, трудовые, еще что-то. Неважно. Вот в этом случае мы не то, что хотим каждого подозревать, но мы должны четко понимать, какие, ну, в случае, ну, не знаю, постучать где-то, да, в случае потери кормильца, или там какой-то форс-мажор обстоятельств, что-то с человеком случилось, или при выполнении служебных обязанностей и так далее. Я понимаю, что тут надо какой-то другой вариант. А если человеку уволенят за проб, за проб непригодность фактически. А у нас таких и главы районов были, которые тоже получили. Для кого это нужно? Вот когда у нас сегодня такие существуют нормативы, нормативные акты, значит, кому-то это нужно. Вот если бы контрольно-счетная палата посмотрела в целом и областная, потому что главы районов все-таки это у нас уже выходит, да, на уровень областной, чтобы все-таки проверить, насколько эти для кого эти трудовые договоры заключаются в такой форме, что человек, у тебя все равно, как, кстати, выплывешь. Не волнуйся, значит, все. Но ведь беда-то другая. Мы сегодня сочувствуем главам районов. Почему? На них возложено 46 обязанностей, но это вот в мою пору, да, из них только 7 финансировались. А с них все спрашивают. Ты должен это отремонтировать и второе, и третье. А у тебя нет на это средств. И ты можешь тут же, так сказать, на грани, на волоске, то есть тебя можно 39 сразу снимать неисполняемые тобою, да, обязательств. Но они не профинансированы. Поэтому вот это такая махина, вот, закрученная. Вот мы все на какой-то запад и так далее, да, сравняемся. А на деле мы получаем, что мы людей ставим заведомо. Да, тебя будут спрашивать, он ищет какие-то пути, с кого-то привлечь, так сказать, легально, нелегально, чтобы хоть изобразить исполнение каких-то своих обязанностей. Поэтому здесь очень, я вот и недаром мы сейчас пришли к тому, что глав района нет желающих занять эту должность. Марина Сергеевна, если мы возвращаемся все-таки к КТП, вам как кажется, ну и к прочим, там каким-то муниципальным предприятиям, серьезно взялся за них новый глава администрации? То есть устранит он эти все? Я не верю никаким обещаниям, потому что это работа такая. У нас сегодня очень много, начиная с Путина, обещаний, таких дается на любом уровне. Путин, там, губернаторы, до главы, так сказать, до руководителей предприятий, а на самом деле далеко в реалии. Не верю. Я не верю. Я, Фома, неверующая. Но это не значит, что я говорю, что этого не будет. Я пока не могу поверить, даже правильнее будет сказать. Я жду результат. Мы привыкли к другому. Да, но хотела бы сказать про эти автобусы. Вот когда их закупали, у меня тоже вопрос возник. Скажите, пожалуйста, а по нашим дорогам эти автобусы были в состоянии ездить? Это же выдвижная платформа. Представьте зимний период. Неочищенные остановки. Какая платформа, да, с какой платформой какой может подъехать к этой остановке? Вот ведь о чем нужно говорить тоже. Кто принимал решение, в какое время эти автобусы могли бы ездить, по каким улицам? А тут даже, вот, надо от Идора, так сказать, в глубину посмотреть. Но тут, Марина Сергеевна, красивая галочка, что для инвалидов доступная среда. А на самом деле... Очень большая проблема, потому что одно за другое тянет, как ниточка. То есть, если использовать эти автобусы, надо, извините, чистить платформу остановочную до асфальта. Безусловно. Чтобы была возможность все-таки этим автобусом пользоваться. У нас остается две минуты. Еще одна маленькая тема, которую я хотела с вами обсудить. Наши коллеги Портал 7 на 7 выявили интересную закономерность. Это возвращаясь к чемпионату мира по футболу, который уже завершился. Ранее СМИ федеральные сообщали о том, что негативной информации не должно было появляться на сайтах региональных управлений МВД. И вот, в общем, коллеги подсчитали. Собственно, за месяц, который длился чемпионат, на сайте Кировского управления МВД появилось всего четыре негативные новости. Месяцем ранее их было 77. Но Киров еще какие-то хотя бы опубликовал. А вот Нижегородская область, например, вообще ноль негативных новостей. Ну, это кто как умеет каблуками щелкать перед начальством, да, задание Дану. Но я расскажу о конкретной ситуации. Сегодня утром она еще раз подтвердилась. Я думаю, многие видели, да, там в Ростове, там в Сочи, так сказать, практически наводнения, ливневые и так далее. И показывают. Вот сейчас восстанавливают Волгоград. Пусть посмотрят наши вот читатели, да, и, так сказать, те, кто зрители и слушатели зайдут на сайт. Волгоград, где почти смыло из-под стадиона огромного столько песка, там бетон, вот я говорю, меня прямо до мурашек. А нам показывают только часть вот этой, куда все смыло. И никто не показал, откуда все это проживало. Поэтому вот эта избирательность, я сегодня утром специально в 5 утра посмотрела, вот Россия-1. То есть вот нас тоже оберегают от того, насколько некачественно и плохо. Но, может, не криминал, но, по крайней мере, МЧС. И то вот, ну, плавают, ну, вот засыпало немножко. Марина Сергеевна, может и правильно, чего расстраиваться-то? Нам еще, извините, пожалуйста, теперь до нового пенсионного возраста надо дожить. Надо сердце беречь, надо нервы беречь. Не расстраиваться. Марина Сазонтова, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. Я прошу прощения, это ирония и сарказм, конечно, да, в нашей студии. Благодарю гостя и прощаюсь со слушателями. Анна Лапшина, особое мнение на этом завершает. Всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM